привет друзья с вами варчик давно не виделись поговорим в этом видео про somoa sm здесь немного дела обстоят уже не так радужно как у лорки поскольку у somoa принципе геймплей плюс-минус похожий на лорку только вот единственное что как бесплатно накидывать урон если ваш танк не едет получается что вы не можете всегда безопасно накидывать этот самый урон по врагам которые подставляются получается что вам чаще нужно рисковать и вы чаще не успеваете раздать этот самый барабан урона по врагам и здесь нужно уже извернуться максимально просто обычные какие-то тактики и понимание игры здесь уже не помогут чтобы взять 3 отметки на somoa поскольку вы просто с обычной скоростью мышления и понимания боя не успеете за этим самым боем а вам нужно настрелять те самые 3000 урона потому что вряд ли вы что-то на somoa насветите когда я брал 3 отметки на somoa у меня средуха была 3000 с хвостик и как это все провернуть иногда нужно рисковать просто нереально ехать поперек карты на другой конец просто потому что вы не успеете по-другому а если вы будете ехать как-то неправильно не сильно безопасно то вы не доедете и здесь у нас уже открывается какая-то такая дилемма на somoa sm поскольку на лорке все было легко потому что стабильно ты можешь стабильно объезжать за счет скорости те участки карты где опасно и приезжать туда где тебе нужно настреливать урон на somoa sm ты не можешь объехать тебе некогда объезжать опасные участки и ты в принципе редко успеваешь туда где ты должен быть но какие у нас плюсы поскольку мы тяжелый танк нашего лд немножко бронированная иногда но отбивает снаряды с небольшим пробитием башня у нас тупо ватный кусок помойки которая пробивается очень легко также у нас пять снарядов барабане они 4 лучше стабилизация за счет чего нам легче стрелять активно в принципе из особых плюсов все поскольку у нас нормальная стабилизация мы можем нормально в средней ближней дистанции накидывать урон без каких-либо мучений ставим на somoa sm стабилизатор приводы наводки и просветленную оптику просветленная оптика пока мы ездим небезопасно поможет нам порою получать лишние циферки развед данных по засвету таким образом мы будем бустить нашу третью отметку засвет не только повышает отметку он еще и серебро нам лишнее дает и опыт да и в принципе если по нам кто-то стреляет мы должны его видеть поэтому без просветленки будет все намного медленнее и тяжелее а стрелять нам хватит и стабилизатора также если мы будем стрелять вдаль у нас есть еще сведение в принципе вместо сведения спокойно зайдет и фиолетовая вентиляция если она есть обычная вентиляция принципе никакого заметного прироста ни к чему не даст ну а так в целом здесь точно так же как и на лорке будет решать созданная вами ситуация только теперь вам придется ее придумывать не только отталкиваясь от обычных мест получения информации глядя на миникарту порой еще будет решать и удача и ваш бесконечный опыт который вы можете получать в боях если вы бои играете не лишь бы как-нибудь а запоминайте какие-то необычные или важные случаи в бою в принципе я не так долго набивал на сома см 3 отметки но это было не сильно стабильно не так гладко как на лоре да у нас жирнее барабан да с него легче стрелять и стабильнее наносишь урон чем с лорки но если ты въезжаешь и после барабана тебе некуда деться все ты умер если ты спешишь за уроном и ошибся во время перекатки выбрал неправильный маршрут ты умер ничем ты не танканешь ничего не ромбанешь если ты немножко задевался и этот бой быстрый турбобой то ты уже не успел в него настрелять свои 3000 урона то есть здесь ты должен балансировать все время на грани в начале нужно ехать в безопасную более-менее позицию но чтобы с нее можно было куда-нибудь с агрессировать как можно больше прострелов иметь с этой точке также должны быть какие-то пути для отступления и для немедленного перебрасывания своего жирного азада на другой конец карты как бы так смешно не было иногда на сома приходится ехать просто поперек карты на другой конец потому что вот сейчас закончится бой а мне надо 3000 урона иногда приходится бросать шотных врагов если вы понимаете что все враги где-то там на другом конце вам придется за ними ехать иначе ваше набивание трех отметок будет нестабильная также эти брошенные шотные танчики могут надавать вам по жопе и вы принципе тоже можете обосраться но с другой стороны иногда бывают случаи когда вы просто съедаете за счет жирного барабана целый танк он ничего вам не может сделать и вы просто едете и кушать следующий то есть бывают разные ситуации но в целом сома sm это точно такой же танк который играется чисто от ситуации вам нужно создать ситуацию для бесплатного накидывания урона поскольку на первой линии вы играть по-прежнему не можете никакой брони у вас нет светляком работать вы не можете но просветленка нам нужно потому что мы часто ездим небезопасно потому что мы спешим но наш танк медленный частенько приходится размениваться своим хп чтобы пострелять по врагу потому что у нас нет скорости чтобы заехать безопасно и раздать барабан по врагу геймплей на сома sm он более какой-то многогранный продвинутый и так сказать когда ты набиваешь три отметки на сома sm твоя душа как-то становится намного более вместительный чем когда ты просто набил три отметки на лорке потому что набить три отметки на лорке это ничего необычного а вот набить три отметки на сома это ощутить какой-то необычный геймплей когда на медленном ватном танке ты приезжаешь стандартную позицию чуть-чуть пострелял а потом не аккуратно потому что некогда аккуратно несешься куда-то вдаль чтобы приехать и снова не совсем аккуратно выезжать и раздавать эти барабаны потому что так надо конечно будет часть боев где все будет стандартно и обычно но в некоторых боях чтобы отметка росла стабильно нужно будет прибегать к необычным тактикам можно считать что этот танк разбудил во мне интерес набивать на разных танках три отметки потому что я почувствовал новый геймплей что-то необычное я почувствовал новую игру в картошке было что-то не одинаковое не было однообразие мне пришлось в картохе делать что-то нестандартное это было офигенно мне понравилось и после этого я думаю а давай-ка я везде три отметки сделаю потому что а вдруг я еще где-нибудь найду необычный интересный геймплей и получу новые эмоции от игры потому что но она скучная если в ней делать одно и то же с вами был варчик играть красиво всем пока